Добрый день, друзья! Мы продолжаем наши передачи о здоровье. С вами, как всегда, Андрей Рыбин. И сегодня мы поговорим о жизни. О жизни, что имеется в виду о жизни. Скажу я вам такой момент, который я обратил внимание, что в основной своей массе интенсивно люди интересуются вопросами, и просматривают видео, задают вопросы. Это именно те люди, то есть, скажем так, 90% примерно таких людей, это люди, которые непосредственно столкнулись с проблемой раковых заболеваний. То есть, которые либо сами имеют такую проблему, то есть, которым врачи говорят, что вам нужна диагноз уже установили, вам нужна операция срочная, лечение и так далее. Либо же их ближайшие родственники страдают от такого заболевания. И тогда люди обращаются, и то, что называется караул. Караул, скажите, что делать, что принимать, что не принимать, и там соду пить, и что еще пить, и так далее. Вот. И лишь процентов 10 это те, которые любознательные. Скажем так, любознательные. Познают, они смотрят на мир, пытаются познать. То есть, в основной своей массе, это те, которые имеют уже результат. Да, то есть, так называемое, то, что называется у людей, плачевный результат. Вот. И вот так, к сожалению, люди живут. То есть, они живут до тех пор, пока у них что-то, якобы, какая-то проблема не вылазит. И потом они начинают первым делом куда? Ну, естественно, бегут к врачам. Да, ну, то есть, те же назвались врачами. Да, то есть, они якобы должны их излечивать. Они даже готовы там и деньги кем платить. Причем, и немалые деньги. Лишь бы те их якобы вылечили. Вот. Когда понимают... Ну, это опять же, это приходит понимание, это как-то несколько позже. Ибо сначала врачи же говорят, да, да, мы вам все сделаем, мы вас вылечим. Вот. Но вылечим что, значит? Врачи же, поймите правильно, это обычные люди. Ничем не отличаются от вас. С той разницей, что, ну, как бы, их научили там, используя там скальпель, там какие-то медикаменты, препараты и так далее. А так у них познание, познание жизни, это точно такое, как у вас. То есть, вы просто к ним прибежали. Множество врачей, которые точно так же прибегают к другим врачам. То есть, подавляющее большинство людей проявляют реакцию на познание. То есть, они как бы приходят в себя, начинают задумываться только когда у них вот такие кардинальные последствия уже имеются. До этого люди живут, не задумываются, проходит день за днем, гуляют себе там, отмечают всякие там праздники. Рождество, Новый год, там, второе Рождество, третье Рождество и так далее, и так далее. Вот. То есть, якобы, все у них хорошо называется. Вот. И только когда вылазит какая-то болячка, вот тогда они начинают бегать, как-то вот ошпаренные, да. Ну, как, иначе же можно все потерять. Целую жизнь можно потерять. Это абсолютная реальность. Вот. Почему так происходит? Ну, просто потому что люди живут в иллюзии. То есть, на самом деле, люди не живут. Да, они существуют. Да, они двигают ногами, руками. Переваривают пищу, там, съедают, потом, да, выходят. Идут спать, опять встают, опять вот такой вот такой круг. Ну, как-то, белка в колесе называется. Вот. Но познавать мир они не познают. Когда-то по этому поводу хорошее объяснение было. Это когда, кто там читал, Кастанеду, товарища, так вот, его Дон Фуан учил, что смерть находится всегда, всегда рядом с человеком, по его левую сторону, на уровне вытянутой руки. И, то есть, она может в любой момент похлопать по плечу, человек и сказать, так, идём. Вот. И вот, смерть является самым лучшим учителем человека. То есть, что бы человек ни делал, очень полезно это понять, что в любой момент времени, неожиданно для человека, он может всё это оставить и уйти. Оставить всё абсолютно здесь. Поэтому очень важно, зная это, понимая это, обращаясь за советом, опять же, к той же смерти, понимать ценность этой жизни. То есть, для чего человек живёт. И тогда он будет ценить эту жизнь. И когда он поймёт эту ценность и будет в этой ценности жить, тогда и смерть не будет его трогать. Потому что он живёт по той цели, по которой он пришёл. То есть, не просто, что называется, прожигает время, а выполняет ту миссию, по которой он пришёл. Эта миссия является именно развитием человека. Так вот, вопрос такой. Как определить критерии? То есть, человек развивается правильно, или же он живёт в иллюзии? То есть, живёт вот таким, будучи мёртвым. То есть, является ли то, что он не болеет, критерием того, что он развивается правильно? Нет, это не является критерием. Хотя, обратное, действительно. То есть, когда человек развивается, тогда он не болеет. Но вот обратное, что если человек не болеет, то значит, он развивается, это не присуще. Потому что, когда человек не болеет, это может быть вполне временное явление. Так же, как человек, например, сейчас он дышит, но это не значит, что там он завтра будет дышать. В то же самое время, если он ведёт правильный образ жизни, если он правильно дышит, если он соблюдает природные все свои инстинкты, то очень много шансов того, что он и завтра будет дышать. Хотя, опять же, никто не гарантирует. Ну, я говорю, суть в том, что люди, которые следуют своему развитию, они живут до того времени, пока они не выполняют цель, к которой они пришли. Люди, которые не следуют своему развитию, их сначала судьба бьёт, то, что называется, головой об стену, то есть, проводят их через множество испытаний, для того, чтобы вернуть их на этот, так называемый, путь истины. Если же они всё равно продолжают настерно, тот путь, который они хотят, который идёт вразрез с их развитием, то есть, если они хотят жить в этой иллюзии. А иллюзия – это может быть всё, что угодно, может быть, какие-то там патриотические чувства, во имя чего-то и так далее. Тогда жизнь, так Вселенная принимает решение, что стереть этого индивидуума с лица Земли. Да, 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 это абсолютная реальность. При этом это является, как уже последним шагом. И можно сказать, ну хорошо, а как же Вселенная, что же она хорошего делает для человека, для его развития, если она его уничтожает, сметает с лица Земли? А в этом случае, когда происходит такая трагедия, и человек это рассматривает как трагедию, то есть, если он не готов к тому, что он уходит с этого мира, а он не будет готов до тех пор, пока он не будет осознан, то есть, пока он не осознает эту жизнь, эту Вселенную, что это есть своё место, тогда он не будет трагически уходить. То есть, трагедии не будет для него, он просто уйдёт. Вы слышали такое выражение, мудрецы говорят, я ухожу, то есть, я побылся, теперь я ухожу. Пришло моё время уйти. И вот они спокойно уходят. Люди, которые не достигают, то есть, которые не развиваются, они не по пути истинной, у них это происходит как трагедия. То есть, это огромный страх, это очень-очень большой такой для них момент катастрофа, как бы. И эта катастрофа запечатлевается у них на генном уровне, на следующие их перерождения. То есть, когда они приходят в этот мир, то теперь у них есть уже тот момент, который был вот этой вот катастрофой, который помогает теперь им в их развитии, то есть, они теперь более начинают задумываться. То есть, это не значит, что они сейчас уже станут на пути истинной, но это им поможет в осознании. В осознании того, что же такое мир, что такое их место. Поэтому жить на последствиях, то есть, когда вот раковое заболевание уже есть, уже надо бегать бегом, как же так, чтобы его не было, это... это, как бы сказать, это... это не нужно делать. Не нужно, и это... Ну как, сказать, что это... плохо? Нет, это не является плохо, потому что это тоже является для человека для человека, как бы, такой звонок, ну как бы, проснуться, что вот твоя жизнь уже заканчивается, что вот, глянись, посмотри на свою жизнь. Но если человек видит, что якобы устранить эту опухоль является решением его проблемы, то эта дорога в никуда. и если человек смотрит на следствие я, деяний, а не на то, что привело к этому, то это не развитие, и человек, в конце концов, то есть человек уйдет, потому что если он не научится тому, чтобы смотреть то, что называется зрив корень, то есть устранить причину, то есть устранить и изменить свою жизнь, которая привела к такому последствию, к такому результату. Я уже ранее в одном из моих предыдущих видео объяснял, как происходит излечение, то есть иммунная система как работает, то есть устранив причину заболевания, самый лучший доктор этой иммунной системы корректирует всё самым лучшим образом. Вот. Вот. Такая сегодня передача. Опять же, говорю, я решил записать вот несколько, потому что есть возможность. Вот. Пишите, задавайте свои вопросы. Вот. Так что жизнь прекрасна и удивительна, друзья. С вами, как всегда, был Андрей Рыбин. До новых встреч в эфире. С Богом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова